Что поможет бизнесу преодолеть последствия пандемии? Как укрепить социальную стабильность и не допустить банкротства предприятий? Эти темы обсуждали сегодня члены созданного по инициативе в Рио главы республики Оперштаба по экономическим вопросам. Подробности в следующем материале. На входе пульверизатор с антисептиком в зале. Между каждым креслом социальная дистанция в полтора метра. Так в Доме правительства соблюдают санитарные нормы. Эпидемия пройдет и тогда будет необходимо в ускоренном темпе развивать экономику республики. Ключевая задача для властей региона – ослабить удар по бизнесу. Первоочередные меры уже приняты. Правительством Российской Федерации утвержден перечень 9 сфер 22 отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации. И для которых планируются адресные первоочередные меры поддержки. На данный момент у нас попало 8,5 тысяч субъектов МСП, порядка 15 тысяч работающих в этой сфере, в этих организациях. Мы также хотим предложить расширить указанный перечень организаций торговли, которые несут значительные убытки из-за приостановления своей деятельности, если они предоставили все отсрочки тем предпринимателям, которые находятся на их территории. Эта норма касается торговых центров, которые остаются закрытыми в условиях пандемии. Господдержку получат предприниматели, сохранившие рабочие места в зоне риска и перевозчики, которые приобретают автобусы в лизинг. И по расчетам троллейбусного управления и перевозчиков на автобусах, убыток, точнее недополученный доход за март-апрель будет составлять около 120 миллионов лизинговой компании. В частности, Пионер Лизинг отказывает в отсрочках, требует своевременной оплаты или стоит вопрос о расторжении договора и изъятии предметов лизинга. То есть у нас рушится будет система пассажирских перевозок. Проработать вопрос о срочке лизинговых платежей в части общественного транспорта, ну и иные меры поддержки. В агропромышленном комплексе пока наблюдается стабильность. В две смены работают мукомольные заводы, наращивают объемы выпуска хлебокомбинаты, Поставки сельхозпродукции на полки магазинов не сократились. Среди первостепенных задач вовремя засеять поля. Это гарантия продовольственной безопасности. Сегодня уже приступили к севу яровых. На сев вышли в 16 районах. На текущую дату посеяно около 5000 гектар. Из 305 запланированных также ведутся другие агротехнические работы в соответствии с технологическими процессами. Все поставщики семян, минеральных удобрений, ГСМ, Сельскохозяйственной техники, запасных частей осуществляют работу в штатном режиме. Ситуация развивается непредсказуемо и сейчас тот момент, когда необходимо действовать на опережение. Временно исполняющий обязанности главы региона отметил, что в республике не должно быть всплеска безработицы. Необходимо будет принять ряд нормативных документов и в них предусмотреть уже конкретные формы и механизмы поддержки, ну и перечень системообразующих предприятий. Здесь давайте срок поставим в понедельник. К понедельнику мы должны эту работу завершить и зафиксировать. Идет работа и на федеральном уровне по формированию соответствующего перечня системообразующих предприятий. И очевидно, что некоторые предприятия Чуваши должны тоже туда войти. Меры поддержки бизнеса приведены в указе главы региона. В антикризисной стратегии льготы и отсрочке налоговых платежей. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Велиев, Республика.